ну что всем еще раз привет продолжает транслироваться из отпуска своего сделал сейчас анонс для 11 12 января значит у нас будет четыре группы одна группа 11 января вторая группа 11 января чуть позже и вторая и третья чертая группа 12 января пока закачивал видео анонс на youtube пообщался с людьми по вопросам значит которых тревожит опять хочется уточнить так что считаю что первый ролик уточнения 14 года ребят очень вот есть такая вещь которая называется логика я хочу чтобы вы поняли что логическое мышление прицель причинно-следственная связь она очень важна в терапии неврозов объясню почему значит давайте сделаем так представьте себе калькулятор в котором изначально на заводе дважды 2 не 4 а 3 и в одной формуле умножения есть ошибка которая влечет за собой последующие ошибки всего процесса калькулятор красивый у него кнопочки нажимаются он включается он там что-то делает но определенные функции которые он выполняет они делаются с ошибкой но она красивая такая ошибка знаете то есть там 128 можно 125 у вас аши ответ неправильный но цифры есть они красивые он подсвечивается но это не это ответ изначально неправильный почему формула даже работает ответ неправильный и все последующие комбинации неправильные с результатом почему потому что есть заведомая ошибка в самом истоке то есть в самом базисе давайте начинать разбираться в чем ошибка логики об ошибка логики у вас во всем начиная от самых базисов заканчивая естественно следствие вот смотрите ну например такая классическая ошибка а сколько мне потребуется времени чтобы избавиться или исцелиться от всд то есть сам по себе постановка вопроса отвечает уже тем что человек не понимает суть своего вопроса суть вообще процесса вот именно эта ошибка которая что из того что не понимает и заставляет его задавать такой вопрос что он действительно ищет избавление он считает что есть болезнь от которой надо избавляться или исцеляться что есть панические атаки от которых надо исцеляться или избавляться есть неврозы от которых надо избавляться или исцеляться и так исправляем ошибку номер один фразы исцеление и избавление не применяются и не применимы никаким образом к вашей проблеме ни к неврозу ни к паническому расстройству ни к горофобии ни к чему другому мы не говорим слова избавиться и исцелиться объясню почему сам по себе невроз делится на две структуры На структуру характера, и это называется неврозом. Невроз – это особенность вашего характера, в которую входит специфика мыслить, выражать или не выражать эмоции, принимать или не принимать определенные решения и определенным образом себя вести. Вот конгломерат этих четырех составляющих – мысли, эмоции, решения, поведения – составляет в целом ваш характер. Это и есть ваш невроз, как вы себя ведете, как вы говорите, что вы чувствуете и так далее. Это и есть невроз. Симптоматика всевозможная – телесная, эмоциональная, поведенческая, фобическая, тревожная и так далее – является следствием этого характера. Потому что в этом характере происходят постоянно внутренние конфликты. Характера с окружающей средой, характера с самим собой, я хочу, я не хочу, я могу, я не могу, они должны, они не делают, ну и так далее. Я должен, но у меня не получается. Вот то, что происходит внутри вашего характера, вызывает определенное напряжение в психике, которое потом является вашим симптомом. Вот это напряжение. Поэтому большинство людей изначально неправильно понимает суть невроза. Потому что есть некоторые, значит, люди, которые, ну и неправильная интерпретация, кто-то о чем-то неправильно подумал, и вы, там, видеоролики, книжки, там, еще что-то. Надо понимать логику базы, базы неврозологии, базы психотерапии, что психолог, психолог-консультант, там, несколько десятков видов направлений психотерапии, все они работают не с симптомом. Они все работают с характером, с вашим неврозом. Кто-то работает больше с мыслями, кто-то больше с поведением, кто-то больше с эмоциями, с чувствами, кто-то больше и проживать заставлять, кто-то больше думать, кто-то больше делать. Но все это ваш характер. И психоанализ уж тем более. Кстати, про психоанализ часто стали задавать вопросы. Я и профессорский состав Института психоанализа различных модальностей и все мои коллеги приходим к выводу о том, что каким бы вы ни были психотерапевтом, такого направления, такого, если вы не знаете фундамента психоанализа, если вы не знаете, что такое сопротивление, что такое перенос, что такое защита, вы никогда не освоите ни один метод психотерапии. Поэтому вы можете не поддерживать психоаналитическую терапию, но если вы не знаете основ, что такое сопротивление, что такое защитный механизм, что такое перенос и контрперенос, и у вас нет личной терапии и супервизии, то вы обречены, в принципе, на выгорание. Поэтому те молодые специалисты, которые бьют себя кулаком в грудь после просмотра фильма на BBC про Фрейда, или послушав концепцию бихвиаристов или поведенческих терапевтов про психоанализ, они говорят, да, все, психоанализ, это не надо. Вы просто еще молодые и не понимаете очень важной структуры. Но это примерно та же история, что молодые специалисты считают, что избавление от ВСД и от панических атак, оно есть как избавление. Мы понимаем, что вегетасудистая дисфункция – это как телесное проявление невроза. Соответственно, паническая атака – это как ошибочная логика. Человек уверен, что он умирает, надо просто логику ему поставить на место, и он не будет им испытывать панической атаки. Вегетативная дисфункция останется, потому что те телесные проблемы, которые вызывают его характер, пока характер не изменится, ничего и не изменится. Соответственно, работаем мы с вашим характером. Избавиться или исцелиться от вашего характера невозможно. Давайте вот эту логическую историю сейчас поймем, да? Что мы не можем избавиться и исцелиться от характера. Поэтому, когда вам предлагают избавление, исцеление, новый метод терапии избавлений, или там «только сегодня и только сейчас вы узнаете, исцелитесь», это все немножечко не туда. Это все немножко в историю финансово, есть такое направление современное, называется «инфобизнес». Вот это все туда, только сегодня и только для вас, там и так далее, да? Поэтому еще раз, ребят, исцеление и избавление мы не оперируем этими терминами абсолютно. Мы оперируем термином «помощь», и мы оперируем термином «работа над». Мы помогаем при определенных расстройствах, и мы работаем над характером определенными расстройствами, да? Значит, какие направления в основном занимаются работой над характером, над неврозами? Первая базисная работа – это психоанализ. В современной его модальности психоаналитическая психотерапия позволяет, и, собственно говоря, и заточен на проработку самого характера. Фрейд это называл «структуру характера», там дальнейшие его последовательно называли по-другому, но, тем не менее, сам по себе невроз, если мы сейчас отщепим все симптомы, да, там, телесные, эмоциональные, поведенческие, сам по себе невроз – это характер. Понять, что же в характере постоянно сталкивается либо внутри, либо снаружи, то есть у нас есть два варианта – либо мы предъявляем претензию внутри себя, либо мы предъявляем претензию к людям, окружающим нас. Понять вот это все, как это все укоренено в отношениях с родительской семьей, обиды, не обиды, там, зависть, независть и так далее и тому подобное, вот все это и является основной работой психотерапевта и психоаналитика в данном случае. Когнитивная терапия очень хорошо работает именно с симптоматикой, она очень хорошо помогает так или иначе работать над именно вот этим логическим нарушением поведения и логическим нарушением мышления, потому что именно нарушение логики ведет за собой нарушение понимания сути вещей, соответственно, отсюда у вас идут деструктивные мысли, деструктивные эмоции, то есть от ошибки в понимании процесса возникает ошибка потом ваших эмоций. Ну, допустим, такие, как «А могу ли я задохнуться от встречного ветра?» или «Если я выпью алкоголь, то мне минуленно станет плохо». А вот смотрите, человек говорит, «Леш, я всю жизнь пила алкоголь замечательно, но после панических атак я стала бояться. У меня сегодня панических атак нет, но все хорошо, но алкоголь по-прежнему боюсь пить, потому что вдруг мне станет плохо». Смотрите, давайте этот случай частный разберем, я покажу вам, что такое с точки зрения когнитивной терапии нарушение логики. Человек говорит, «Я всегда пила алкоголь, и было все хорошо, но после панических атак я стала бояться пить алкоголь». Я говорю, «Ну, расскажи, как у тебя это происходит». Она говорит, «У меня не было панических атак, я беру стакан вина, выпиваю, и мне накрывают симптомы». Вот такая логика у человека. Это и есть нарушение с точки зрения когнитивной терапии. Смотришь, как это выглядит. Человек ошибочно считает, что когда он выпивает алкоголь, логика заключается в том, что он считает, что алкоголь как-то влияет на его мозг или организм, и он накрывает симптомы, симптоматика. Ошибка очень проста. На самом деле, по правде, что с ним происходит, человек берет алкоголь, и он тревожится. Он начинает бояться, что сейчас он выпьет, его накроет, что-то случится, какой-то симптом, страх ожидания и страх вот этого всего, и возникает в теле человека. И когда он выпивает маленький глоточек, его страх ожидания становится настолько большим, что он принимает этот страх за приступ. То же самое касается таблеток, то же самое касается еды, творога, ветра, я не знаю, там, лифта и так далее. Вы путаете страх и телесные проявления, страх такие, как вегетативные проявления, они у нас вегетативные проявления совершенно разнообразные, вы путаете обычное вегетативное проявление страха с каким-то приступом, которого вы боялись. Ну, например, и вот она у меня пьет этот бокал, там, вина выпивает, у нее начинается тахикардия, там, экстрасисты, становится тяжело. Это страх. Она переживает обычную эмоцию страха, который никого не загасил, не убил и так далее. Но она считает, что это приступ, который случился от приема алкоголя. И по этой самой логике половина тревожно-фобических расстройств работает. Соответственно, вы должны понимать, что вот именно вот такие микро-ошибки в изначальной логической цепочке выдают в целом логическую ошибку. И вот эта агорофобия, да, допустим, наша любимая, когда человек боится передвигаться самостоятельно, ведь это логика. Ведь изначально вот эта ошибка в логической цепочке и пошла потом, я пойду только если со мной мама, если со мной папа, если я недалеко. То есть вот эти логические ошибки и повлекли за собой потом такую работу с избеганием, такую логическую ошибку. Это надо понимать. И вот как раз когнитивно-поведенческая терапия очень хорошо помогает работать над этой ошибочной логикой, выстраивая верную логическую цепочку, выстраивая верную интерпретацию и так далее. Но если бы было все так просто, мы бы когнитивной терапией с вами ограничились. Поэтому наш метод называется когнитивно-аналитическая терапия. В чем он заключается? Когда мы сталкиваемся с нашим клиентом, с тревожно-фобическим расстройством, паническая, фобии всевозможные, навязчивости. Сначала мы работаем чисто в когнитивной структуре, выстраивая правильную логику. После того, как логика человека выстроена правильно и он прекрасно все понимает, симптомы его редуцируют так или иначе, хотя бы на тот уровень, чтобы он смог передвигаться и самостоятельно жить. Но вот эта ошибочная логика называется защитным механизмом. То есть, человеческая психика, она же не, понимаете, вот девушка жила-жила, пила нормальное вино, полжизни, да, а потом раз, стала бояться. Ведь что такое? С чего это вдруг? С того, что когда внутри человеческого характера происходит внутреннее столкновение психики, тот самый внутренний конфликт, защитным механизмом этой психики является именно формирование деструктивной логики, чтобы увести вас с истинных переживаний на некую деструктивную логическую ошибку. Потому что, используя эти логические ошибки, вы пытаетесь найти черную кошку в черной комнате, которой нет. Например, сидя тупо в интернете на форуме или считаете, что вы можете задохнуться или умереть или еще что-то. То есть, давайте еще раз логическую цепочку нарисуем. Есть ваш характер. Например, в этом характере есть претензия либо к себе, либо к людям. Там очень много чего не осознается. Именно формирование невротической реакции внутри этого характера вызывает защитные психологические механизмы, задача которых – сформировать у вас деструктивную логику, которая уведет вас с истинной картины проблемы, ну, например, в отношениях семьи, в отношениях работы к себе или к людям, в ошибочную логику, чтобы вы переключились на какие-то неправильные вещи. На улицу, на общественный транспорт, на здоровье чаще всего и так далее. То есть, вот эта деструктивная логика, которая вами руководит, это формирование вашей психики, которая вами создана, и, естественно, оно обратимое. Поэтому, если вы возьмете любую медицинскую энциклопедию, вы увидите, что невроз – это обратимое расстройство. Расстройство. Еще и обратимое. То есть, оно может быть повернуто назад и полностью нивелировано. Вот. А вот психотические патологии, там это уже проблема, которая необратима. То есть, она является укоренившейся в глубинах структуры головного мозга, в психике и даже порой на генном уровне. Поэтому здесь уже нечего там… Там нету логик, к которой можно обращать. Если человек уверен, что он инопланетянин, которого прислал сюда Дарт Вейдер, то какая там логика? Понимаете? Он вам будет рассказывать. Здрасте, я вот дитё Эндега, которая прилетела на эту планету, чтобы спасти мир, потому что через два часа миру как вздец. Какая там логика? Там не приходится оперировать логикой, поэтому невротические расстройства, они, наоборот, очень логичные. Просто мы видим это нарушение логики, которое создано самим человеком. Задача этого – повернуть логику в объективную сторону, но потом понять, почему случилось так в определённый момент жизни человека, где его психика сама попыталась его от чего-то увести. И мы видим маму, папу, работу, бабло, успех, жену, мужа, детей и прочие социальные проблемы, в которых на самом-то деле этот характер начинает конфликтовать. Либо в претензии к себе, либо в претензии к людям вокруг. То есть, допустим, люди не такие, какие я хочу. Эти там уроды не делают так, как мне надо. Или я недостаточно хорош, каким я должен быть. И вот именно вот эти проблемы разбирает психоаналитическая терапия более глубинная. Поэтому, возвращаясь к началу лекции, избавления и исцеления не существует. Нет панических атак, нет выезды. Это не избавление и не исцеление. Паническая атака – это ошибка логики, что я умеру от того-то, того-то. Логику ставим на место, панических атак нет. Тут нет избавлений. Вегетативные проблемы – это телесные проявления невротической реакции. Пока мы не уберем невротическую реакцию в психике человека, никакие телесные симптомы не закончатся. Значит, теперь по поводу психофармакологии. Посмотрите лекцию Михаила Михайловича Решетникова и других психиатров и профессоров. И я вам могу пересказать, в принципе, съезд и консилиумы. Кратко. Кратко заключается в том, что на сегодняшний день доказан факт, что ни одна психофармакологическая компания не сделала препарат, который лечит невроз. Это первое. Второе доказательство в том, что обмен нейромедиаторов, которые так любят психиатрии, вот это же доказан факт, что психотерапия вызывает тоже изменения нейромедиаторов, которые возникают и при приеме антидепрессантов. Но немножечко в другой комбинации, в другой временном порядке. Третье доказан тот факт, что прием препаратов и их отмена влечет к рецидиву. То есть мы не говорим о терапии, мы говорим о какой-то временной, такой локальном купировании симптома. Но мы не говорим о терапии. Когда мы говорим о психотическом расстройстве, например, галлюцинозов, вот из-за человека галлюцинации, то прием препаратов как раз купирует его галлюцинации, он будет принимать пожизненную, для того, чтобы не вызывались обострения. Но если мы говорим о тревожнофобических расстройствах, то здесь человек либо сознательно подсаживается на некую анестезию симптомов на всю жизнь, либо мы должны понимать теорию назначения этих препаратов. Если человек говорит, я хочу избавиться от невроза, у него дорога к психоаналитику, к психотерапевту, но не в кабинет к психиатру. Если человек говорит, у меня такой жесткий невроз, что я аж ходить не могу, тогда мы должны понимать, что сначала, наверное, мы ослабляем симптомы телесные и эмоциональные с помощью каких-то препаратов, но затем мы сразу продолжаем психотерапию, психоанализ. Значит, почему я говорю психотерапия, психоанализ? Потому что, я уже говорил, еще раз повторюсь, когнитивная терапия выстраивает логику, работает с симптоматикой, аналитическая терапия работает с неврозом. Вот это должны вы понимать. Поэтому еще раз, избавление, исцеление, только сегодня, только для вас, это все история для каких-то финансовых задач. Дальше. Проблема заключается еще в том, что у нас, в нашей стране и в СНГ, в частности, ввиду вот этого последствия развала Советского Союза, советской медицины, где не было психотерапии, огромная нехватка специалистов. Их там какое-то тщетное количество, этих специалистов. Проблема еще в том, что их мало. Проблема другая заключается в том, что эти специалисты, они не приспособлены к современным реалиям. Многие специалисты не знают, что такое дистанционная работа. У многих специалистов есть школы психоаналитические, где очень-очень жесткий сеттинг, то есть очень жесткие правила работы с клиентом. Вот это все не идет на пользу ни на популяризацию, ни для пациентов. Поэтому, конечно, проблемы существуют, и поэтому возникают новые профессии, допустим, такая как психолог-консультант. Это новая профессия, которая возникла в ответ на запрос большого количества людей. Почему это возникло? Это официальная профессия, как в России, так и в Европе. Почему? Есть медицинская концепция психиатрии, которая сейчас уже терпит такие ряды психиатров, потому что лечить неврозы не приходится психиатрии. Фармакология уходит в сторону таких совсем безденежных клиентов, то есть люди, у которых есть более-менее какие-то финансы, они идут в психотерапию, в психологию. Вот смотрите, поэтому психиатрия уходит в сторону, остаются психотерапевты. Психотерапевтов очень мало переподготовленных. Соответственно, чтобы подготовить старого психотерапевта, это нужно было 7 лет вышки медицинского, а потом переподготовка, это очень долго. Поэтому сделали новую профессию, которая готовится на основе высшего образования год-полтора, плюс переподготовки, в принципе, 3-4 года с личной терапией, там 2 года личной терапии, сколько там должно быть, по-моему, 100 часов личной терапии, насколько я знаю, и супервизия, вот где-то 3-4 года, из 3-4 года можно сделать хорошего психолога-консультанта. Год базы, год, допустим, еще переподготовки по какому-то профилю, или там 3 года плюс личная супервизия, плюс личная терапия, 3-4 года, в принципе, хороший начинающий специалист может подготовиться. То есть психологическое консультирование, это официальная профессия, она идет в разрез медицинской психотерапии, и в разрез психиатрии, и в разрез классического психотерапевта, который есть в России. То есть это современное направление, которое объединяет себя и психотерапии, и психологии, и психотерапии, и психологическое тестирование, и консультирование, и объем знаний там очень большой. Просто это новая профессия, которая более востребована по срокам обучения, более востребована по срокам работы, по симптомам. То есть, допустим, врач, психиатр, там какой-нибудь профессор, он не будет работать с панической атакой. У него шизофреников 30 человек в отделении, понимаете, а какие панические атаки? Зачем ему это надо? Он нам феназепам, вы достали и гуляй. А вот психологи-консультанты, они как раз на это начинают очень хорошо затачиваться. Разводы, семьи, дети, интеграция гомосексуалистов, это вот их профиль. Поэтому то, что есть психолог-консультант с различными направлениями подготовки, это замечательно, это надо пестовать, это надо развивать. Чем больше будет таких вот подготовленных людей, тем лучше, потому что, смотрите, из 100 психологов-консультантов, там, глупо надеяться, что 100 будут эффективны, понимаете, да, то есть, там, из 100 человек эффективных будет, наверное, там, не знаю, 20-15 от силы, да, соответственно, вы считаете, сколько надо подготовить психологов-консультантов, потратить на это, там, 3-4 года, чтобы из этой армии было еще, там, какое-то количество эффективных. Михаил Михайлович приводил статистику, там примерно, в общем, там жесткая статистика, короче, нам еще лет, не знаю, 30 надо готовить этих специалистов, чтобы примерно в СНГ, там, 300 миллионов было обеспечено более-менее правильными цифрами. Отсюда возникает вопрос про цену, да, почему ставят нереальные цены на психотерапию? Потому что огромное количество нехватки специалистов порождает у них отсутствие конкуренции, это уже пошла экономика. Чем больше конкуренция, тем ниже цена, тем ниже конкуренция, тем цена выше. Соответственно, когда у психолога есть такая позиция, а мне все равно, у меня и так куча народу, он цены поднимает, соответственно. Ну, это логичное экономическое обоснование. Но проблема в том, что все-таки психотерапия – это работа с личностью и работа со здоровьем. И я не сторонник здесь применения экономических маркеров, экономических правил, правил маркетинга и так далее. Но проблема опять же в отсутствии конкуренции. Понимаете, если бы у нас сейчас было психотерапевтов эффективных, примерно так же, как хотя бы врачей-терапевтов, хотя бы, хотя бы, то цены были бы гораздо ниже. Я думаю, что цены были бы раза в 3-4 ниже. Но поскольку у нас огромный провал с этим, то, соответственно, эффективные психотерапевты могут ставить ту цену, которую считают нужным. Плюс тут еще экономическая составляющая, сегментация влияет очень сильно. То есть психотерапевты стараются, потому что профессия изнашивающая, они стараются заботиться о своем здоровье, понимая, что изнашивать собственные душевные ресурсы, они будут за большие деньги. Это действительно так, это действительно очень нелегкая профессия, суицидов в этой профессии больше, чем вы думаете. Проблем в этой профессии тоже много, потому что нету личной терапии, пренебрегает личной терапией, пренебрегает супервизией и стираются в пух и прах, и самих потом лечить надо и восстанавливать. Поэтому профессия сложная, тяжелая, очень непростая. За это поэтому и берутся немаленькие деньги. Потому что очень сильный износ. Соответственно, когда психотерапевт популярный, то количество клиентов, которыми он может обложиться, оно действительно очень сильное. Оно очень сильно давит на психику, очень сильно изнашивает человека, ему нужно какое-то компенсаторное получение, за что он делает. Если человек будет это делать за идеи, то он перегорит за год, он гарантирует, даже меньше. Через год он просто будет выжжен так, что он вообще ничего, он даже кря сказать не сможет в кресле. Соответственно, чтобы это как-то декомпенсировалось, нужно, чтобы это было обратно как-то с финансовой точки зрения. Люди там ездят, отдыхают, путешествуют, развиваются, переключаются. Как-то на это требуются финансы. И вот уравнять. Но мы понимаем, что в регионах проблемы с зарплатами, в регионах проблемы с минимальной оплатой труда. Соответственно, здесь вопрос не к московским специалистам, а тут вопрос к региональным руководителям. Почему руководитель региона не может воспитать у себя там несколько специалистов, которые в регионе могут хорошо окучивать регион? Это вопрос именно к муниципальным и к министерствам больше. Вот. Ну, профилософствовали немножечко. Итак, давайте еще раз к началу темы. Избавление, исцеление и логика. Помним, да? Пересмотрите этот ролик, потому что я ушел в политику чуть-чуть, но чтобы просто накипело, да? Немножко посупервизировался я сейчас перед вами. То, что накипело, да? Потому что действительно проблема большая. Итак, давайте повторим еще раз, что никаких избавлений и исцелений мы не производим. Второй момент, что сроков. Вот очень часто спрашивают, Алексей, сколько мне потребуется времени, чтобы избавиться от моей проблемы? Смотря от какой. Если вы описываете проблему общую, хрен его знает, сколько потребуется времени. Потому что, представь себе, Алексей, сколько мне потребуется времени, чтобы избавиться от моего характера, предъявлять претензию к жене? А сколько мне потребуется времени, чтобы избавиться от моего характера, предъявлять претензию к людям в мире? Вот вы сможете ответить на этот вопрос, сколько вам потребуется на это времени? Я нет. Может быть, это будет очень быстро относительно Может быть, это потребует большего времени Может быть, это потребует пол вашей жизни Я не знаю Я знаю одно, что мы будем делать всё для того, чтобы это сделать максимально эффективным и быстрым Сколько потребуется вам времени, чтобы простить своего маму, папу за то, что там происходило или сколько потребуется вам времени, чтобы научить себя осознанности и выражать свои эмоции или выражать свои чувства, меняется автоматически мысль. Когнитивная терапия говорит 25-30 занятий, психоаналитики говорят 2-3 года. Ну, это средние такие цифры, но поверьте, на практике все иначе. Есть люди, которым хватает 2-3 месяца для выполнения какой-то задачи. Понимаете, чем уже задачи, тем проще ответить. Если вы говорите, мне нужно избавиться только от панических атак, я вам могу сказать, ты хочешь месяц? Ну, замеси, вон у меня есть куча народа, которые мучились, искали избавления, исцеления. 2-3 занятия, логику на место поставили, нет панических атак, все. Я говорю, ну что, закончили? Нет, не закончили. Я говорю, почему? Ну, что-то как-то я же понимаю, что это не то. Я говорю, ну ты же приходил со словами, что мне только избавить от панических атак. Я говорю, вот это 3 месяца, 3 недели, все, у тебя панических атак нет. Нету. Но я же понимаю, что и вот тогда человек понимает, что на самом деле панические атаки ничего не меняют. Удивительно, правда? Что они были, что их нет, а тебе как-то вот от этого, знаешь, не лучше. Поэтому надо понимать, что есть симптоматика определенная, есть невроз. То есть, работая с симптоматикой, избавляясь, исцеляясь, пиям, там, мочу молодого осленка утром или еще что-то, мы не лечим невроз. Невроз – это характер, над которым надо работать. Можно говорить долго про техники работы с симптоматикой. Основная их задача – снизить общую тревожность по отношению к симптоматике. Основная их задача – проработать определенным парадоксальным идеей. Как раз вот парадоксальный подход хорошо ставит логику на место. Что ты понимаешь, что такое парадоксальный подход, кто был на вебинаре. Вот, кстати, есть вебинар по работе с симптомами, дорогой который. Вот он как раз очень хорошо там объясняет, как логика ставится на место. Там вот как раз в этом вебинаре, там трехчасовом, я и ставлю людям логику на место. Так что, кто хотите, посмотрите этот вебинар. Вот, но вы должны понимать, что после работы с симптоматикой мы всегда начинаем работать над характером. Вот, еще раз, не избавляемся, не исцеляемся. Сколько времени индивидуально работаем сначала над симптомом, затем мы работаем над самим неврозом. Панические атаки, агорофобия не является самой проблемой. Это является лишь одной из жалоб. Фобия и тревога являются не проблемой, является одной из жалоб. У нас есть основная структура, есть характер, в котором есть проблема. Есть нарушение логики защитного механизма, который уводит в защитные реакции тревожно-фобические. Возвращая вас отсюда, вы увидите свой невроз. И как уже с ним вы будете поступать, это уже личное дело каждого. Но пример такой. У человека действительно проблема в претензии к себе, очень сильная претензия к себе, сильный перфекционизм, сильная претензионная история к своему успеху. Из-за этого ему очень тяжело, плохо в своем характере. Он выходит в защитный механизм, где нарушается логика, он начинает бояться умереть, умереть, умереть от этого, от этого, от этого. Когда вы ему логику на место поставите, что он увидит? Смотрите. Вот вы ему объяснили, он осознал и научился и понял, что на самом деле его страшилки про организм, про здоровье были иллюзией, ошибочной логикой. Вы ему это устранили, вы помогли, он это понял и увидел опять себя такого, от которого он уходил в симптом. И что вы сделали? Получается, что вы взяли его защитный механизм, разрушили, содрали пластырь с этой раны, и он с этой раны у вас тусуется. Говорит, ну да, я вот так, а защиты нету. И тут надо понимать, что, вот я говорил одного молодого специалиста, я говорю, что просто сдирая вот эти пластыри защитные, такие как панические атаки, агорофобия, ты можешь нанести подчас большую проблематику. Человек боролся с панической атакой, с агорофобией и считал, что это проблема его жизни. Ты ему помог решить вопрос панической атакой, агорофобией, он увидел проблемы с мамой, с папой, с тещей, с бабушкой, с собакой, с рыбкой и так далее, и ты его оставил одного, и что ему дальше с этим делать? Поэтому здесь надо понимать, да, что проблема касается... Да, правда, я просто в кафе сижу. Проблема касается... Глубже нельзя убирать у человека защитный механизм, не работая дальше. Здесь же, ребята, ответ на вопрос, почему не надо убегать, когда у вас панические атаки или агорофобия ослабела или фобии. Это частая проблема. Вот любой специалист, который работает с людьми, это скажет. Ушли панические... не ушли, прекратились панические атаки, прекратился сильный страх, все, человек пропадает. Я сижу, думаю, говорю, блин, что он сейчас будет делать? У него нет защитных механизмов, у него непроработанная проблема. Естественно, проходит три месяца, Алексей, как вам попасть мне что-то как-то? Я говорю, ну никак, уже некуда попасть, понимаешь? Поэтому тут надо понимать, что вот эти все фобии, панические атаки, агорофобии и так далее, страхи задохнуться за сердце, за инсульт, за сосуды и прочие, кишечник, моча и так далее, все это является защитой, за которой вы спрятались от реальной проблемы. Если мы просто ее уберем, то вы столкнетесь нос к носу с той проблемой, из которой вы изначально убежали. И тут вы можете столкнуться совершенно с такой вещью, с которой вам будет ничуть не лучше, а порой даже и сложнее, потому что защиты нету, понимаете? Поэтому, когда психотерапевты, особенно молодые, ставят себе задачу работать только с панической атакой, с агорофобией или с другими навязчивостями, лично моя концепция заключается в том, что это не всегда приносит пользу. Потому что содрать пластырь, ну, несложно восстановить эту логику. Но вот что ты будешь делать с тем, что рану ты оголишь человеку, это вопрос. И вопрос очень открытый и очень серьезный. Поэтому избавление и исцеление от панических атак никому не несет здоровья, и я вам больше скажу, что, может быть, несет даже большую травматизацию. У человека были панические атаки, ему объяснили, что это была иллюзия, и ты его оставил один на один с его проблемой. И здесь надо это понимать. Надеюсь, что первая лекция для вас стала более понятна. Поэтому не бойтесь психоанализа, не бойтесь психотерапевта. Мы работаем над вашим характером. Мы не говорим, вот ты такой плохой, вот ты такой сикой. Нет, наша задача просто-напросто понять, что в этом характере, что в этом характере и в этой личности такого, отчего ему так плохо. Потому что от этого возникают твои защитные симптомы. Чтобы постоянно пластырь на тебя не лепить твоими симптомами и потом его не сдирать, мы работаем с личностью. И вот это и есть психотерапия, психоанализ, работа с личностью. Поэтому исцеление от панических атак и от ВСД – это либо, тут два варианта, либо человек просто не понимает, что он делает, считая это основной проблемой, либо это намеренная такая история. Но посмотрите вебинары, посмотрите в видео лекции. Сейчас огромное количество материала на эту тему. Сами панические атаки – это просто логическое нарушение цепочки. Исцелять от панических атак – это смешно. Да, та же самая история со всеми остальными симптомами – это защиты. И порой их даже трогать не надо. У меня было много пациентов, где я, знаете, как делал? Я вот вижу человека стандартного – паническая атака, страшилка за сердце. Я думаю, а дай-ка я не буду вообще ему давать техники с работой с симптоматикой. Вот у меня были такие случаи. Я даже не давал техники работы с симптомами. Мы сразу переходили в работу личностно-ориентированную. И результат был идентичен тому, что я сначала бы его учил работать с панической атакой с агорофобией, потом бы мы приходили к работе с личностью. Даже не работая с панической атакой с агорофобией, зачастую, работая в правильном ключе отношения личности и реконструкция этой личности, симптом сам по себе может редуцировать без применения конкретных техник по этому симптому. Поэтому, но если бы я этого не делал и работал бы только с панической атакой, его бы отпустил, результат был бы никакой. Панической атаки нет агорофобии, нет, а ему хреново. И сдирая пластырь, исцеляя вас от панических атак, вы, дорогие мои молодые специалисты, не делаете людям лучше. Те слова благодарности, которые они вам пишут, где вы их потом торжественно вывешиваете на сайт, это естественные слова благодарности. Они абсолютно искренние, потому что действительно человек считал, что у него паническая атака проблема. Но вы должны понять, что пораду в собственное невротическое самолюбие вы не принесли человеку радости и пользы в жизни. У него как были проблемы в личности и в характере, так они и остались. Поэтому подумайте и задумайтесь над тем, а стоит ли этим заниматься неглубоко. Этим стоит заниматься. И хорошо, что вы этим занимаетесь в той структуре, в том формате, в котором вы занимаетесь. Но всегда надо предупреждать людей или самому, или дальше человека направлять на работу с проблемой. Понимаете? Ну, это знаете, на что это похоже? Здравствуйте, доктор, у меня болит аппендикс. Да, у вас испарился аппендикс. Давайте я вас сейчас разрежу, вот до аппендикса разрежу. Даже я могу его отрезать, хотите? Но знаете ли, зашиваться и накладывать основные швы вы будете сами. И вот, в смысле, человека с разрезанным животом, с вырезанным аппендиксом, и ему говорят, ну все, ты просил же, аппендикс нету, нет аппендикса, а дальше что? А дальше надо его реконструировать. Дальше надо понять, в чем была, собственно говоря, проблема. Ну, с аппендиксами совсем правильная логика? Потому что там нету патогенеза в этом плане, аппендикса был, патогенетические проблемы. Поэтому плохой этот самый пример. Пример правильно, знаете, какой? Допустим, с грипп, грипп и есть насморк. Человек приходит с гриппом, и ему кажется, что основная проблема – это насморк. Доктор из носа льется, понимаете? Вот льется, не могу. Он дал вам капли в нос, вы попшикали, попшикали, ой, доктор, не льется. Ну, что-то как температура 40. А ты просил мне только как бы от насморка. Ну, мне же хреново. И человека оставляют с гриппом, понимаете? Поэтому, ну, я думаю, что вы поняли, о чем я, собственно говоря, вам и говорил. Поэтому панические атаки, агорофобия и прочая симптоматика не является главной. И порой является проблемой. Потому что устранение этих защитных механизмов порой оставляет человека голым. Простите. Хорошо, если у вас были панические атаки, была кардиофобия. Если вам исцелили вас, прости господи, да, исцелили вас от этой проблемы, вы, наверное, переключитесь на что-то другое. Вот, скорее всего, ваша психика все-таки сработает, и вы переключитесь на что-то другое. Но бывает так, что психика как бы не срабатывает уже в переключалку, и вы остаетесь лицом к лицам с вашей проблемой в характере. И вот тут возникают тяжелые депрессии. А тяжелые депрессии уже являются проблемой. Потому что тяжелые депрессии являются угрозой жизни ввиду риска суицида. Поэтому, дорогие мои молодые специалисты, вы подумайте над темой того, что вы исцеляете людей от панических атак, к чему их это потом может привести. Думайте, что устраняя этот защитный симптом, вы можете действительно не помочь, а даже отчасти сделать хуже. Устраняя защиту, мы должны устранить то, от чего он защищается. Просто сметая панические атаки, вы можете обречь человека на депрессию. Как сказал Фрейд, я сейчас не вспомню, как его фундаментально работе он сказал дословно, но примерно так. Избавляя человека от невротических защит, вы можете его обречь на обычное человеческое несчастье. То есть, устраняя невротическую защиту в виде симптома, вы можете обречь на обычную депрессию. Соответственно, чтобы такого не случилось, работайте как с защитами, так и с личностью. Если вы с личностью работать не умеете, не берите за защиты. Я думаю, что вы меня услышали, дорогие мои молодые специалисты. До новых встреч. Это было первое видеообращение к моим клиентам и ко всем зрителям канала Невроза Мегаполиса в новом году. Скоро продолжим. Ваш Алексей Красиков, Невроза Мегаполиса. До встречи. Пока.